Ну что, ребята, продолжаем изучение испанского языка. На этом уроке мы с вами рассмотрим местоимение в испанском языке и два глагола, очень важные, SER и ESTAR. Ну что, начинаем. Внимание на экран. Здесь все местоимения испанского языка. ЙО будет Я, ЙО. Дальше. ТУ это ТЫ. ЭЛЬ это ОН. ЭЯ, ОНА. И дальше, обратите внимание, НОСОТРОС и НОСОТРАС. В чем же разница? НОСОТРОС это когда мужской коллектив. И НОСОТРАС это когда женский коллектив. Но, смотрите, испанский язык в этом плане работает следующим образом. Если в компании, например, нас, девять мужчин и одна женщина, то это НОСОТРОС. А если в компании девять девушек и один мальчик, то это все равно НОСОТРОС. То есть мужской пол всегда как-то побеждает в кавычках. Вот. Это, скорее всего, не нравится в феминистском, но в испанском языке такие правила. Вот. Дальше. БОСОТРОС. БОСОТРОС это обращение на ВЫ. И это неформальное обращение. То есть БОСОТРОС и опять, да, БОСОТРАС. БОСОТРАС, если там в компании все девушки, то можно сказать ЭЙ, БОСОТРАС. ЭЙ, ВЫ, девушки. И ЭЙОС это они. И ЭЙЯС это они, девушки. Дальше. Мы рассмотрим с вами разницу между УСТЕД и УСТЕДЕС. УСТЕД это ВЫ в уважительной форме в единственном числе. УСТЕД. И УСТЕДЕС это обращение на ВЫ в умножительной форме в во множественном числе. Не путайте, да? УСТЕД и УСТЕДЕС. И дальше я хочу прокомментировать, что вы должны запоминать эти местонения в следующем порядке. ДЁ, ТУ, ЭЛЬ, ЭЯ, УСТЕД, НОСОТРОС, ВОСОТРОС, ЭЙОС, УСТЕДЕС. Потому что все спряжения глаголов, когда вы будете изучать, они в таком порядке. И тоже хочу прокомментировать, что в русском языке вы очень часто употребляете обращение на ВЫ, на УСТЕД, да, в испанском языке. Но, в отличие от русского языка, в Испании очень редко говорим на УСТЕД. По правилам, если посмотрите по учебнику, то вам там скажут, что это обращение к пожилым и незнакомым. Но на самом деле в последнее время, но на самом деле в последнее время люди стали реже говорить на УСТЕД. И даже могут обижаться, потому что, ну, УСТЕД – это знак уважения к пожилым. И бывало такое, что я обратился к сеньорой, сеньора – это такая, ну, барышня, женщина в возрасте. И я с ней говорил на УСТЕД, а она на меня обиделась. Она говорит, я не такая старая. Да, вот поэтому с людьми обычно на улице лучше говорите на ТУ. А если уже видите, что человек с вами общается на УСТЕД, то переходите на УСТЕД. А не наоборот, как в России делается, да, сначала мы обращаемся на ВЫ, а потом уже переходим на ТЫ. Еще полезный, еще полезный глагол, который вам поможет знать, нужно ли на ТЫ или нет. ТУТЕАР. ТУТЕАР – это обращаться на ТЫ. Вы можете говорить, МЕ ПУЕДЕС ТУТЕАР. Можно на ТЫ со мной. МЕ ПУЕДЕС ТУТЕАР. А сейчас мы переходим к самому важному глаголу в испанском языке. Это, обратите внимание, глагол СЕР. СЕР переводится как БЫТЬ. И хотя этот глагол в русском языке отсутствует в настоящем времени, в испанском языке мы его постоянно употребляем. Например, в русском языке вы можете сказать Я УМНЫЙ, Я КРАСИВЫЙ, Я ИСПАНЕЦ. Но очень важно, что если, когда будете переводить на испанский язык, вот как раз, чтобы вы знали этот глагол, потому что там все это СЕР. СПРИГАЕМ глагол СЕР. Я СОЙ. Я СОЙ. ТУ ЕРЭС. ТУ ЕРЭС. ЭЛ, ЭЛЯ, УСТЕД. ЕС. ЕС. ОН, ЕС. ОНО, ЕС. НОСОТРОС. СОМОС. НОСОТРОС. СОМОС, WE YEST. ВОСОТРОС. СОЙС. ВОСОТРОС. СОЙС. ВЫ YEST. И ЭЛЮС, ЭЛЯС, УСТЕДЕС. СОН. СОН. они есть. Как вы заметили, этот глагол супер неправильный, но необходимо его запоминать, потому что он употребляется очень часто. Например, посмотрим, я испанец, soy español, можно сказать de soy español или просто убираем местоимение, потому что в испанском языке тоже такое правило, что местоимения не особо нужны, потому что мы понимаем по форме глагола, о ком идет речь. Поэтому мы просто можем сказать либо yo soy español, а так лучше сказать soy español, я испанец. Дальше, кем я являюсь? Я являюсь Manuel, например, soy Manuel, я есть Manuel. В русском языке так не говорят, но в испанском имейте всегда в виду, держите в голове, что мы все время говорим я есть врач, я есть испанец, она есть моя подруга. Вот. И мы сейчас рассмотрим еще примеры, как применяется этот глагол. Например, имя, yo soy Manuel, soy Manuel, eres María, eres María, eres María, eres María, ты María. И дальше посмотрите, intonación, eres María, это ты María, а ты María, я забыл, как тебя зовут, да, eres María, то есть, когда мы задаем вопросы в испанском языке, мы всегда интонацию делаем там наверх, да, eres María, eres María, дальше, национальность, откуда вы, nacionalidad по-испански, soy español, я испанец, или вы можете сказать soy de España, вот хорошая полезная структура, ser de, это будет откуда-то родом, soy de España, soy de Ucrania, дальше, профессия, médico, врач, например, я врач, или Marcos, врач, Marcos es médico, Marcos es médico, дальше, качество, то есть, какое-то качество, например, этот компьютер, он современный, el ordenador es moderno, el ordenador es moderno, дальше тоже какие-то цвета, el tulipán es amarillo, el tulipán es amarillo, tulipán желte, или просто про характер, например, я злой человек, soy malo, или Мария добрая, Мария es buena, и тоже какие-то характеристики, например, я высокий, я низкий, soy alto, yo soy alto, я высокий, а ты маленький, например, да, ты невысокий, eres bajo, eres bajo. А мы сейчас посмотрим, какие вопросы мы можем задавать с глаголом ser, и что они обозначают, например, quien, quien eres, quien это кто, а eres ты есть, да, кто ты есть, кто ты, quien eres, и отвечаю, soy Manuel, я есть Manuel, дальше, que es, que es, que это что, а es, есть, да, что это есть, что это такое, да, que es, и мы отвечаем, es un ordenador, это компьютер, например, да, que es, es un bolígrafo, это ручка, когда, это тот самый случай, когда, если будете переводить через Google Translate, то он не поймет, que eres, que eres, что ты есть, в смысле, что ты есть, это звучит очень странно по-русски, а когда испанец спрашивает, you care, и you care, да, кто ты по профессии, имеется в виду, да, и мы отвечаем, soy profesor, да, я преподаватель испанского, вот, и последний вопрос, очень полезный, de donde eres, да, это могут задавать вопросы в Испании, в администрации, они могут задать этот вопрос, de donde eres, откуда ты родом, да, и мы отвечаем, soy de Rusia, я из России, или soy de Ucrania, я из Украины, soy de Bielorussia, из Беларусь, soy de Alemania, я из Германии, и так далее. И напоследок мы с вами потренируемся, я буду вам давать фразы, и вы должны поспрягать глагол. Обратите внимание на местоимение, и мы его вместе поспрягаем. Так, номер один. Нумеро uno. Yo ser español. Yo ser español. Yo soy español. Нумеро dos. Tú ser de Уcrania. Tú eres de Уcrania. Правильно. Молодец. дальше. Ser tú, Manuel. Ser tú, Manuel. Eres Manuel. Eres Manuel. Eres Manuel. Número cuatro. Nosotras ser de Уcrania. Nosotras ser de Уcrania. Somos de Уcrania. Somos de Уcrania. Número cinco. No ser Francisco. No ser yo Francisco. No soy Francisco. Número cinco. Seis. Vosotros ser María y Juan. Vosotros sois María y Juan. Правильно. Молодец. Сiete. Usted. Usted ser alto. Usted ser alto. Usted es alto. Usted es alto. Ну что, мы разобрались с глаголом ser, а мы идем дальше и рассмотрим тоже такой глагол важный в испанском языке. Он такой же неправильный, как и ser. Но не расстраивайтесь, не настроитесь, потому что бывает в испанском языке тоже бывают правильные глаголы. Мы будем их изучать позже. А сейчас мы просто смотрим глагол estar. Estar – это «находиться». В русском языке опять отсутствует глагол, да, то есть вы говорите просто «я дома». Но вы можете сказать «я нахожусь дома», да, или в прошедшем времени вы говорите «я был дома». Вот в таких случаях мы будем употреблять глагол estar. Вот. И давайте подпрыгаем его. То есть это все на хайица. Давайте рассмотрим примеры, да. Yo estoy en casa. Я дома. Можно вообще убрать слово «yo». Просто сказать «estoy en casa». Или «estoy en la oficina». Я в офисе. О, estoy en España. Я в Испании. Да. Предлог «en» означает «в». Estoy en casa, en la oficina. Estoy en el supermercado. Я в супермаркете. Вот. И первое значение – это нахождение. Но если вы заметили, когда мы начинали курс испанского языка на первом уроке, я вам рассказал, да, что отвечая на вопрос «как дела?» «Estoy bien». У меня все хорошо, да. То есть мы, когда спрашиваем про дела, мы не говорим «как дела?», а «как ты находишься?», «в каком состоянии находишься?», да. «У меня все хорошо, у меня все плохо». То есть это все с помощью глагола «estar». Поэтому «como estás?» – это «как ты?». И мы отвечаем «Estoy bien». «У меня все хорошо». «Estoy mal». «У меня все плохо». Вот. Поэтому два значения. На самом деле этот глагол имеет очень много значения. Но у нас с вами курс для начинающих. Поэтому мы будем по чуть-чуть его разбирать. Вот. Это «нахождение». «Estoy en casa». И второе значение про состояние. «Estoy bien», «Estoy mal» и так далее. Ну что, а теперь давайте попрактикуемся. Я вам скажу, я вам прочитаю фразы, а вы будете спрыгать. Uno. Uno. «Эээл» 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 Nosotros en la oficina. Muy bien. Nosotros estamos en la oficina. Tres. Vosotros en casa. Vosotros en casa. Vosotros estáis en casa. Cuatro. Yo estar bien. Как правильно? Правильно. Yo estoy bien. Y cinco. Tú estar mal. Tú estás mal. Na etan fió. Tres. Vosotros en casa. Субтитры создавал DimaTorzok